В штабе АТО назвали горячие точки на линии разграничения. Боевики продолжают открывать огонь по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр штаба. Основные горячие точки – это пригород Донецка и район временно оккупированной Корловки, говорится в сообщении. Так, из гранатомётов и стрелкового оружия были обстреляны укрепления ВСУ в Песках и Опытном. Также боевики открывают огонь по украинским опорным пунктам близ Марьинки. Здесь, кроме стрелкового оружия, они применяли миномёты калибра 82 и 120 мм. Миномётному обстрелу подверглись и позиции ВСУ в Троицком, Майорске и Красногоровке. Военные, которые находятся на передовой, отмечают, что совместно с пророссийскими боевиками против них воюют чеченцы. 8 февраля жители Славянска провели пикет у здания городского совета с требованием, чтобы руководство города возобновило звучание гимна Украины на главной площади. Также активисты проводили сбор подписей в поддержку данной инициативы. Не все чиновники поддержали данную идею. Державные службовцы против, в большинстве своей, кроме очильника відділу культуры, державные службовцы в большинстве своей, против відновления, трансляции Державного гимна Украины на центральной площади. Пусть я запишу того красиво. Я с ребенком гуляю каждый день здесь. Ничего непонятного. Красиво, чтобы было понятно. Пожалуйста, я вас прошу. Вы за гимна. Я не за гимна. Пожалуйста. Потому что самый скучный. Самый скучный. Хотя бы нормальный напишите гимн. И не так упомянувшись, что вы не понимаете, что по гимн. Вам не нравится сам гимн? Мне не нравится. Сильно скучный. Если бы другой гимн, пожалуйста. Веселый. Проходи, Дима. Пожалуйста. Пожалуйста, ответьте мне, как выключите гимн. Отлично. А подпишите бумагу, чтобы он играл на площади. Бумагу не буду подписывать. Да? То есть вы не хотите, чтобы он играл на площади. Пропустите, пожалуйста. А вы не хотите, чтобы он играл на площади? Двери подпустите. Вы не хотите, чтобы... Я хочу, чтобы он играл. Хорошо. Вы задали вопросы. Так а мы ж че? Мы ж не мешаем никому. Мы собрались возле исполкома города Славянска для того, чтобы узнать мнение работников исполкома, нужен ли им гимн Украины или не нужен. Я вам скажу, что 50 на 50. Половина людей были за гимн Украины, половина из них даже подписывала нашу петицию для того, чтобы звучал гимн. Ну, половина боялась это делать и говорила, как руководство скажет, так и будет. Некоторые даже давали такие комментарии, что не нравится мотив. Мы хотели бы слышать другой гимн, наверное, Россия, так понимаю. В Краматорске в сквере Героев улицы Вознесенского появился закладной гранитный камень будущей часовни в память о гражданах, погибших в результате военных действий на востоке Украины, а именно в Краматорске. Об этом пишет информресурс общежития. 8 февраля различные учреждения города получили телефонограмму за подписью мэра города Андрея Панкова, в которой граждан приглашают к этому месту на митинг с возложением цветов к дню чествования памяти трагических событий 10 февраля 2015 года. Мероприятие состоится 10 февраля в 12.30. Именно в это время, в прошлом году, на город стали падать ракеты, в результате чего шестеро жителей Краматорска погибли и более 30 получили ранения. На оккупированных территориях активно распространяется так называемое патриотическое образование. Боевики группировки ДНР проводят воспитательные уроки в учебных заведениях оккупированных территорий. В школах даже введен новый обязательный курс – уроки гражданственности Донбасса. Журналисты УТВД узнали у жителей Славянска, считают ли они необходимым учить детей патриотизму на свободной территории Донбасса. Все в семье должно воспитывать. Если патриоты есть, они патриоты, они за Украину, как их воспитывать, если внутри у кого человека сидит, его никак не... Я лично сама за это, но, понимаете, и даже перед вот этой войной я видела, какие настроения у других людей, ничего не понимают. Поэтому даже коренные и не принимают. Ну, как в том анекдоте, вам, скажи, Украину отдать с народом или без? Да без. Ну, ты не скажи, подождите пять годов, они выдохнут. Так, иди к этому воспитанию, кому оно нужно. Нужно в Донецкой области патриотическое воспитание? Ну, естественно, нужно. Конечно. А как вы считаете, каким образом тогда оно должно проводиться? Ну, я думаю, что с детского сада должны воспитывать патриотизму детей и в семьях тоже. Субтитры создавал DimaTorzok